Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас программа, я бы так сказал, артистически-музыкальная, потому что у нас в гостях давно не было. Татьяна Станиславовна Матвеева, заслуженная артистка Московской области, директора детской музыкальной школы номер два. Но сегодня она сама сказала, что присутствует как непосредственно педагог, не просто как директор, а именно как творческий наставник ученика детской музыкальной школы номер два, который на отделении эстрадного вокала. Это Даниил Бундуки. Запомните фамилию, это надо потом вырезать. Даниил Бундуки. 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 А вы сказали Бундуки. Нет. Бундуки. Хорошо, сейчас перепишем. А сегодня она в качестве наставника, ученика детской музыкальной школы номер два на отделении эстрадного вокала. Даниил Бундуки у нас в студии. Фамилию, которую запомните, вот я думаю, что через некоторое время, возможно, она станет такой распространенной. Вот, потому что мы тут еще спрашивали, а где ударение ставить? Но при это время, когда все должны будут знать, где ставить ваше ударение. Даниил не просто так пришел к нам в гости, а потому что он молодец. 3 июня совсем недавно он стал лауреатом первой степени 30-го международного фестиваля конкурса музыки и танца «Союз талантов России». Ну а помимо этого, да, у меня уже тут маленькая Википедия, окончил третий класс, да, я имею в виду музыкальной школы, а то так сейчас подумаю, третий класс, да, лауреат международных конкурсов, в том числе «Волшебный мир искусства», который проходит ежегодно в Центральном доме работников искусства. Ну и важное дополнение, как у актера любого спрашивают, где вы служите? Сейчас наш Даниил служит в Московском детском музыкальном театре юного актера, играет там. Ну и надеюсь, что когда-то станет актером, правильно, Даниил? Да, да. А актером драматическим хотите быть? Театр, кино? Ну вообще кино бы хотелось. Кино, да. Кино немножко попроще. Меньше текста надо учить, 10 дублей уже будет текст выучен, правда? Хорошо. Мы обо всем поговорим. Татьяна Стасовна, что такое для вас, когда ваш выпускник становится лауреатом первой степени? Это какие ощущения? Ну, конечно, ощущения всегда приятные, потому что конкурс – это какой-то определенный результат работы с подопечным. Но вот этот конкурс, чем был интересен, он проходил в знаменитом очень зале, колонный зал Дома Союзов. Ну, там... Я сама, как певица, там несколько раз пела. Просто надо выйти. Это просто были единичные такие выступления. А тут вот ученик-подопечный оказался в этом замечательном, прекрасном зале. И это ответственность, конечно же. Ну, плюс Даниил, он взрослеет, и у него еще год назад он был совсем с другим голосом мальчиком. То есть у мальчишек сложно. Они, в отличие от девочек, они меняются, и этот период тоже занимает какой-то определенный... То есть вы поймали его на этапе какого-то среднего голоса. Так вот он на этом этапе как раз стал лауреатом, поэтому для нас это такое большое достижение. Очень важно. Даниил, ну, пора вас уже подключать, потому что певцы, конечно, поют, но они, говорит, тоже умеют и должны давать интервью. Вот то, что говорит ваша замечательная наставница. Вот вы когда на сцене были, когда вы объявили диплом первой степени, уже вы принесли его с собой? Да, да. Давайте покажем его. Вот этот диплом. И вот там объявляли, что 30-й международный фестиваль, конкурс «Союз талантов России» награждается дипломом лауреата первой степени. И тут вы слышите ваше имя, фамилию. Ваши ощущения какие? Ну, я обрадовался. Так. Потому что, ну, как бы, преломки голоса первой степени, это очень круто. Это для меня огромная ценность того, что я смог получить первое место. Вот, я очень обрадовался. Ну, а вы верили в себя? То есть, знаете, бывает, что вроде как спел хорошо. Вы хорошо же спели так? Вот сейчас уже можно открывать тайну? Ну, вообще, да. Или можно было лучше? Ну, нет, ну, мне понравилось. То есть вы выполнили свою задачу? Да, мне понравилось. Как я спел. Я, на самом деле, ну, не думал, что у меня будет первое место. Ну, думал, как бы, ну, преломки, третье, там, второе место, возможно. Где-нибудь наградят, да, таким маленьким. Оказалось первое. Да, вот оказалось первое, да. Хорошо, тогда спросим у наставницы. А что, может быть, в это первое вошло? Ну, голос, само собой все-таки, в песне главное голос, но тем не менее. Ведь как вспомнить, как подать? Да, на самом деле, что самое главное, не только звучание голоса. Перед этим мы там успели с Данилом распеться. Успели, я поняла, что вот именно сегодня у него неплохо звучит голос. Достаточно полетно, звонко, да. А вообще вот практически весь этот год мне приходилось, знаете, как врачу, ну, просто приводить его голос в этот порядок. То есть он, ну, да, он просто неуправляемым становится в этот период у мальчиков. Вот, поэтому я-то просто знаю, что если направлять голос в Москву, есть такое обозначение, термин такой вокальный. Если добавить к нему звонкости, полетности, ну, и есть определенные моменты, которые этому способствуют, то он будет хорошо звучать. Поэтому главной задачей была вот настроиться. Я знала, что если он сначала получит вот этот хороший настрой, то все будет хорошо. Если нет, могло быть очень все. Если нет, мы даже и не обсуждаем, вы бы здесь не сидели сегодня. Шучу, конечно. Даниил, вот если говорить серьезно, почему пение, да? Во-первых, кто вас привел в музыкальную школу? Я так предполагаю, что, наверное, или мама, или папа, или бабушка, или дедушка. И, наверное, вы не сильно-то хотели идти? Давайте откровенно. Я вообще с самого начала, вот как только родился, начал сдавать какие-то более похожие звуки на пение. Мама решила, что почему бы и нет, она меня отвела. Ну, знаете, мамы иногда за нас решают. Вот она подумала, я буду петь. Ну, ладно, пейте. А другая мама подумала, ты будешь, значит, танцевать. Ну, ладно, буду танцевать. Нет, ну, на самом деле я... Или вы тоже хотели? Нет, ну, я хотел, конечно, но я огромно благодарен, что она меня отвела в детскую школу искусств. Да, я занимался на тот момент в городе Воскресенске на академическом отделении. Вот. Вы иду на улицу, да? Да, 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 да. Также в хоре, также все. Закончил ее на красный диплом и переехал жить в Люберце. А в хоре, кстати, вы пели как вот в хоре, в команде? Или там пару солов у вас было? Нет, я как в команде, да. То есть не давали вам сольные номера там, да? Ну, там у нас и такого, на самом деле, и не было. Все было простенько и, ну, не было так. Но все-таки пришло время, когда переехали в Люберце и пришел сюда, в эту школу. Так. Да, я перестал бояться сцены. Я начал себя чувствовать там на ней, наконец-то, комфортно. Я начал, как бы, двигаться даже очень хорошо. То есть в такт движением, а не впротив. Да. Так бывает иногда у детей, да. Самое сложное, конечно, это петь в маску, потому что ты изначально не понимаешь. Вот. Но потом, со временем, как бы, с опытом это уже приходит. И вот когда уже маска пришла, то есть уже становится легче петь, голос начинает летать. Вот вы-то знаете, что такое маска? А наши телезрители не в курсе, что за маска, что ли, поет какой-то? Все думают, что это театральная маска, а я постоянно рассказываю. Это просто резонаторы, которые находятся в лице, и если звук попадает в эти резонаторы, или целые они называются, то он приобретает такую полетность. И поэтому для меня это одна из важнейших таких вокальных задач, чтобы голос звучал полноценно, соединялись регистры грудной и головной. То есть найти его, да, правильно, чтобы... И направить, самое главное, найти, направить. И, конечно же, человек чувствует уверенность, когда он понимает, что голос попадает в нужное место. То есть это как, не знаю, в спорте, везде. Надо понимать, куда его направлять. Это как в спорте, да, второе дыхание. Ты понимаешь, что дышишь правильно, правильно передвигаешься. Да, и плюс... Но мы, помните, с вами еще обсуждали, что у нас люди-то даже не в курсе, что они говорят неправильно и дышат многие неправильно. А ведь дыхание, голос – это порабление жизни. Поэтому если исполнитель правильный образ жизни ведет, я имею в виду, да, он может долго существовать. Только правильный. История знает многих исполнителей. Там Шаля Знавур, да, Алла Баянова наша. Там 100 лет, людям там 90-100 лет, они пели и держали голос. Это великая возможность. История Знавур, да, Алла Баянова, да, уже в серьезном возрасте люди держали именно голос и могли им управлять. Это самое главное. Но эта база, она дается вот тоже не в один день. То есть вот Даниил уже понимает, видите, он сам сказал, что про эту маску он уже запомнил. И это уже хорошо. Вдруг я тоже захочу петь и буду знать, что есть маска, что перед тем, как включать этот самый, как он называется, караоке, да, надо в маску куда-то попить. Даниил, скажите мне, пожалуйста, ну отчасти, вы же, наверное, смотрели телевизор, какие-то клипы, да, есть миллион исполнителей. Вот у вас кто является вашим, ну, вот хочется, как он? Есть такое? Может быть, группа какая-то? Какое-то направление? Ну, скорее всего, такого нет. Собирательный образ, да? Да, как бы мне нравятся все. Я пытаюсь, ну вот, даже у меня на самом деле такого и не было, чтобы хотелось петь, как кто-то. Я хочу петь, как я пою. Вот, это главное. Найти себя. Молодец, да. Да, это хорошо. Потому что я есть я, да, а кто-то есть кто-то. Да, но я не хочу, как бы, повторять чей-то образ. Я хочу найти свой, петь, ну, как мне удобно, как я хочу. Все равно примеры. Он когда пришел в первый, вот, когда класс попал к нам, он мне сказал, что он хотел бы спеть из репертуара Джонни. Я, честно говоря, не увлекалась этим репертуаром, но мне пришлось вникнуть. Вот, сейчас он уже не хочет, он тут шаманом тоже, вот, из репертуара шамана какие-то песни. А импортное что-то входит в репертуар обучения на другом языке или сейчас не входит? Почему входит? Мы же должны... На инглише что-нибудь, да? Уметь общаться, да, с миром, какой-то язык. Ну, он единственное из Битлз спел песни. Вот, кстати, его не очень сильно увлекают на иностранном языке. Вот, про Россию он пел песни шамана. Ну, у него уже академическое образование, поэтому он же знает широкую нашу российскую песню. А из Битлз что спел? Какую песню? Дестрады. А, ну, это было вчера, да. Надо идти вперед, да? Tomorrow. Хорошо. У нас сейчас мы будем заканчивать уже скоро первую часть. Сам конкурс. Для вас вот что подходили, говорили, или там смотрели с завистью, почему не я? Вот ваши коллеги, все, кто был на сцене. Много было участников? Да, было много участников. Вот как раз-таки этот год, это было 30-летие. Юбилей? Да, юбилей. Там же всей России. Получается, вы победитель юбилейного? Да. Да, то есть уже точно будут на доске выгравированы, кто победит. Так, и что говорили-то вам? Молодец там, слопали. Если в плане жюри, все равно были недочеты, но они как бы, ну, не критические были недочеты, но все равно это как бы, говорили, что это их мнение, и это... Они имеют на него право, они же жюри. Да. Они что-то припев там немножко покритиковали. Там, как правило, бывают встречи с членами жюри после конкурса, и каждому участнику они дают какую-то характеристику и свои пожелания. Вот. Поэтому этим интересно, потому что, знаете, иногда бы вы такие конкурсы оценки поставили, и даже не удается спросить, а за что? Ну, тут, наверное, не прокатывает, да, история. Я так вижу, да, я хочу так сделать припев. Кстати, тем более... Ну, вообще субъективно все. Мы о песне поговорим, о второй части. Эта же песня тоже такая любопытная. Ее исполняют и сегодня в разных вариациях. Она стала вдруг неожиданно таким хитом, и мало кто обращает внимание, что музыка этой песни похожа на другую песню этого же автора, на другую музыку. Но об этом это такой мостик во второй тур. Вот последнее, что я спрошу сейчас уже у Даниила в этой первой части. Не опускаются руки? Он все-таки стал победителем конкурса. Теперь можно расслабиться, отдохнуть. Можно пропустить пару конкурсов. Или жизнь артиста – это вперед, вперед, вперед? Нет, ну, я все равно двигаюсь вперед. Понятно, да, что первое место – это огромная награда для меня. Но все равно я считаю то, что опускать руки – это не дело. Надо идти вперед, зарабатывать новые награды на более важных, еще важных конкурсах тоже надо выигрывать. Чтобы потом зарабатывать деньги. Правильно? Да. Мы же уже взрослые люди. Сейчас вам сколько уже лет? 13. То есть вы плавно переходите уже у нас в такой юношеский возраст. Там уже глядишь, скоро надо будет принимать решение. А вот о том, куда дальше Даниил планирует уже поступать, будет ли он у нас действительно актером или певцом. И вообще, насколько сегодня музыкальная школа помогает это сделать, мы поговорим во второй части нашей программы «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях лауреат первой степени 30-го международного фестиваля конкурса «Музыки и танца. Союз талантов России» Даниил Бундуки. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о музыке, о музыкальной победе. У нас в гостях Даниил Бундуки, ученик детской музыкальной школы номер 2, на делении эстрадного вокала, вместе с преподавателем, преподаватель меня простит, что сегодня ее на втором месте называю, Татьяна Матвеева, но на первом месте она всегда на самом главном месте, потому что она заслуженная артистка Московской области, директор детской музыкальной школы номер 2. И вот уже какой у нас эфир, вы приводите все новых и новых талантов, и это здорово. Напомню также, что Даниил стал у нас лауреатом первой степени 30-го международного фестиваля конкурса музыки и танца «Союз талантов России». И вот песня, на которой была выбрана, вы сами выбирали песню или все-таки наставница? Да, я сам выбирал песню, я ее услышал в сериале. Да, слово пацана, можно назвать его, ничего страшного в этом нет. И там, как оказалось потом, песня, которую исполнил Даниил, называется «Как быть». Поколение постарше, гораздо старше даже Даниила в курсе, что когда-то эта песня была исполнена исполнителем, народным артистом России, нашим замечательным Александром Серовым. Вот песня времен 80-90-х годов, песня Игоря Крутого. Почему вы решили эту песню взять? Потому что у нее там немножко другой контекст в фильме, чем, например, вот в идеальном исполнении, как у нас говорят, первом, да, в первом исполнении? Ну, мне понравилось ее звучание, смысл данной песни. Я подумал, что почему бы и нет взять эту песню. А для вас что важнее, звучание или смысл? Это провокационный вопрос. Нет, вообще я считаю, что и то, и то, потому что звучание должно как бы быть хорошее, а смысл так тем более, смысл должен раскрыться в песне. Вот, поэтому я решил ее взять, она мне понравилась. Когда вы пришли к наставнице, говорите, хочу петь песню «Как быть», что сказала ваша уважаемая Татьяна? Я удивилась, думаю, неужели мой воспитанник послушал Александра Серова? Купил альбом Серова и слушал. Ну, как правило, конечно же, я прислушиваюсь к их мнению, что им петь. То есть скажу из пожеланий, потому что человеку должно нравиться то, что он поет. Конечно, хочет, хочет. И как начинаем искать, сейчас очень много таких песен каких-то не мелодичных, а больше таких в стиле рэп, разговоры какого-то. А я считаю, конечно, пение должна быть мелодия. Ты идешь, ты делай. Идем туда. Я приятно удивилась, говорю, ты хочешь что-то петь. Потом выяснилось, что он ее слышал в другой версии. Совсем да. Ну, я не расстроилась из-за этого, думаю… Смысл-то остается, да. Главное, чтобы, да, была мелодичная песня, на ней можно было бы учиться вокальным приемам. И, к тому же, паралюбовь, правда, но я так поняла, что уже мои подопечные вырастают, у них тоже эти чувства. Ну, как бы там уже, да. Вот, потому что… Ну, кстати, пели мы в тональности Александра Серова. А-а. Да. Мы взяли его, даже вот его версию музыкальную. И уже хочется петь, да. Ту не взяли, которая из сериала как раз, она не подошла нам. Ну, там же есть высокие ноты. Я помню, что другая песня из его репертуара. Я думаю, что, наверное, потом, когда Даниил с удивлением узнал, что есть какой-то дядя, который поет эту песню давным-давно, вот, и является одним… Ну, она никогда не была таким хитом для него. Ну, потом появились вот «Лепестками белых роз», там довольно сильные есть такие, где не каждый может уйти, да, высоко. Да. Вот, поэтому все равно песня и самим крутым писалась под Серова, у которой были такие возможности, и есть, собственно говоря, вокальные. Итак, песню вы взяли, как долго вы над ней работали? И как вообще проходит репетиция? Вы, наверное, ее уже ненавидели, когда на финале пели? Потому что уже вот тут. Ну, конечно, да, песня надоедает, но… Так. Но, на самом деле, я не… ну, она мне не так сильно надоела. Ну, вы спросили, как проходит репетиция, но я прихожу, получается, в кабинет, мы начинаем распеваться. Так. Вот. И начинаем петь эту песню. Если что-то не так, меня Татьяна Сыславна останавливает, мы начинаем прорабатывать эту ошибку и прорабатываем до того момента, пока эта ошибка у нас не уйдет. И главное же понять, что это ошибка. Так-то иногда можно сказать, да-да, а вот так лучше, а что лучше? Вот как пел, так и пел. Тут важно понять. Очень абстрактный язык вокальный. Показываешь там, допустим, про маску это еще ладно, а важно как рот открыть правильно. Да. Как закрыть. Извините за выражение, челюсть опустить, как чуть-чуть улыбнуться, открыть зубы. То есть, конечно, такая терминология врачебная, можно сказать. И пение, и эстетика, потому что все-таки вы готовились к конкурсу, нужно же было еще и показать себя. Ну да, прошли времена у себя на выдачах обзона, когда ты вышел, чем-то вот встал такой, да, микрофон, стоечка, и все, ни влево, ни вправо. И только вот даже у Образцова, помните, в театре был такой рот сделан, у куклы только рот открывается, все остальное мертвое. Сейчас, конечно, такие времена прошли. С другой стороны, прыгать по сцене тоже под такую песню вроде как и не нужно, да? Вот как шла подготовка именно к номеру, потому что одно исполнение понятно, а вот к номеру. Ну вот мое мнение тоже как педагога всегда, что не нужно какие-то специальные движения делать, то есть вот ручку сделать так, потом приложить сюда, ну это какой-то трафарет, и просто должна появиться естественность у человека, когда он исполняет вокальное произведение. Он должен петь так, как будто он разговаривает просто со своим собеседником, и аналогично жесты должны быть очень естественные, то есть какие-то такие жизненные. Ну в некоторых культурах мы же не можем без жестов, потому что если ты выходишь, если ты рэпер, у тебя одни жесты, рок-н-ролл, другие, да, ну чтобы напомнить, где мы можем. Ну да, это более классическая песня, хорошо, что она не танцевальная, потому что там сложнее гораздо в тех песнях. Там бывают большие проигрыши, человек должен найти себя, куда деть свое тело, там да, там точно нужна хореография какая-то, основы. А здесь важно, чтобы естественные какие-то были движения, самое главное, чтобы было понятно, о чем человек поет, и как будто бы это он написал эту песню, то есть вот буквально... Прожить ее, да. Да, он должен передать свои эмоции в этот момент. Вот, Даниил, а теперь, когда вы услышали все-таки подлинник, ну скажем так, не подлинник, а для вас теперь подлинник-то другой получается, а первое исполнение. В чем для вас разница? Ну... Где больше нравится, скажем так, подход? Что вам ближе? То есть такое страстное, да, то есть мужское, уже все-таки вы идете к юношескому возрасту, такой, да, где, ну в будущем, да, там через каких-то пять лет вы уже можете петь ее, ну как взрослый мужчина, да, вот, либо вот такое немножко, как бы вот во дворе на гитаре как бы нежное такое. Ну да, что-то нежное во дворе, как гитаре, скорее всего. Ну молодость, что сделаешь? Конечно нежно, а потом придет время, голос станет еще пониже, а может снова все начать. Да, я не хочу. Мы тут думали попробовать спеть, вам не спеть, я уж не знаю, как. Можем мы это маленькое фрагменте. Да можем просто вместе попробовать, да? Можно вы сегодня в голосе? Ну, да. Давайте, запевайте, а мы подхватим. Ну, припев просто, да, можем спеть, да? Давай. А может, ночь не торопить и все сначала повторить? Нам все сначала повторить, о, как мне быть! И я на вашу тональность выехал в итоге. Ну, вспомнили, песня хорошая, никого не хочется терять, но, наверное, и была она выбрана, потому что в ней есть какой-то смысл. И вот, Даниил, тут возникает у нас вопрос, вы у нас в Московском детском музыкальном театре у него актера играете? Да. Там у вас какие роли-то? Так как я только, ну, прошел кастинг в сентябре этого, прошлого года, получается, я только первый год в театре, и нам дают пока только массовские роли, то есть я играл уже в школе «Снежной королевы», и сейчас играю в «Томис Сойери». Ага. Ну, там есть уже на вас, вы же понимаете, театр, это, о-о-о-о, там конкуренция еще побольше, чем хорито. Там большая очень конкуренция, сегодня поставят меня, завтра поставят другого, там большая конкуренция, да. Ну, вы там дружите или как? Ну, пока да. Пока да, вот уже молодец, есть у него актерская... Ну, то, что он уже прошел кастинг, это тоже, не всех брали, кстати, он там тоже пел акапелла, причем две песни, которые мы с ним готовили осенью, и он там пришел, помимо того, что он должен был прочитать, еще и спеть все. Ну, кстати, а дальше вы планируете уже в драматической, да, театр идти или в кино? Нет, в кино я планирую. Актером, короче. Ну, вообще, как дорога повезет, но надеюсь, что в кино. То есть вы будете поступать в театральный, хотели бы? Да, да, хотели бы. А родители в курсе ваших желаний? Да, родители меня полностью в этом поддерживают. Они не говорят вам, сначала получи нормальную профессию, а потом пойдешь в театральный? Нет, такого нет. Не говорят, понятно. То есть, и вы хотели бы стать актером кино? Да. Вот, но я считаю, что вот в данном... Почему музыкальная школа важна? Потому что актер же, что он у нас должен быть многосторонний, и поющий актер, это дорогого стоит, потому что в некотором фильме даже иногда поющим актерам обходится, потому что не нужно приглашать того же народного артиста России, Александра Серова, у нас свой есть, да, свой будет петь. Большой плюс, конечно, для актера, если он поет, умеет петь, это здорово. Ну и давайте двигаться к финалу. Не могу не спросить у Татьяны Станиславовны, как там дела в музыкальной школе? Быстренько нам отчетиться. В музыкальной школе прекрасно. Сейчас прошли выпускные экзамены, выпускной вечер. А отгремел? И прием тоже прошел. А, все, ждем новеньких. Да, ждем новеньких. В этом году у нас наш оркестр «Русский лад» стал гран-при в нашем округе, исполняли там мелодии Дунаевского прекрасно, очень. Ну, то есть дела идут. Дела идут, да. Ну и слава богу. Ждем тогда уже, вот когда у нас осенью там начнутся холода, захочется пения, творчества какого-то, придете к нам в программу. Даниил, ну вот вы записали песню, а ведь у нас сегодня же существуют новые медиа. Сегодня же можно вертикальное видео записать какое-нибудь, да, и ты уже звезда. Вот вы же над этим работаете, клип какой-то хотите склепать-то? Ну, вообще бы, конечно, хотелось. Да, я работаю над этим, надеюсь. А еще песни есть в репертуаре, ну что-то типа альбома, как говорят там? У него очень много песен. Ну, чтобы собрать их. Последний раз мы брали из репертуара Сергея Лазарева, уже подходит это. Честно говоря, год назад было труднее, потому что мальчиковый, мальчиковый голос, он звучит... Если, как быть, я думаю, что уже многое будет подходить. Да, у него получается хорошо, вот, репертуар Сергея Лазарева, очень даже симпатично. Из репертуара Агутина Леонида мы брали. Вот хорошие репертуары. Тоже такие... Мне кажется, вы готовите его к какому-то проекту телевизионному, судя по фамилиям, причем либо тому, либо другому. Либо на одном канале, либо на другом, либо сразу на два. Ну, а почему бы нет? Как получится, не загадываем. А мы будем болеть. Просто самое главное, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается. Он, кстати, поет и день, и ночь, как я понимаю, родители рассказывают. Вот радуются родители ночью, встал мать, пошел петь. Помимо того, что я иногда ему говорю, вот мы с тобой позанимались, надо тебе помолчать. Ну, потому что голос сейчас должен в таком щадящем режиме находиться. Нет, говорят, опять вечером пел, утром пел. А вы перед зеркалом поете дома? Нет, я... Ну, вот если в школьное время... Я всегда сижу, делаю уроки, я одновременно и думаю... И пою. Да, думаю о решении и думаю... Ну, и пою. Ну, и не знаю, как-то это само происходит. А кто-то пел у вас, может быть, бабушки, дедушки? Кто-то был в семье из таких, которые вот пели? Прям не спрашивали? Ну, если только бабушка мне пела, когда я... Маленький был. Да, да. Ну, нам все пела бабушка. Ну, видите, не все поют песню. А может, ночь? Нет, это петь. Ну, это да, конечно. И все сначала. Ну, что, конечно, я немножечко иронизировал, но очень важно то, что вы сказали, по-моему, в первом отделении сегодня, что вам на сцене хорошо. Да. Как человек, который когда-то учился в театральном институте, я должен сказать, что это самое важное. Для артиста, раскрою маленький секрет, ему на сцене должно быть лучше, чем на улице, на тротуаре. Потому что там он настоящий, там он искренний, там он дарит как бы людям себя и самое главное, получает от людей аплодисменты. Я уверен, что те, кто радостно аплодировал вашему победе, они тоже получили удовлетворение. Потому что, как говорят сейчас в молодежной среде, песня зашла. И это важно. Мы желаем вам успехов творческих. Не забывайте, что Татьяна Станиславовна сделала очень много для этого. Да, я очень благодарен. Не обижайте ее, да, обязательно. Вот. Ну и мне кажется, что действительно, может быть, попробовать какой-нибудь новый сингл, лупануть, да, такой, да. Вот. Ну мы периодически, кстати, записываемся в студии, просто для того, чтобы память была о том, какой голос был, каким он становится. Это, кстати, интересно. Знаете, вот интересно даже прошлогоднюю запись послушать. Он пел песню «Мечтатели». Это я, говорит он, да? Это из репертуара Димы Билана, что ли, да, была песня? Или это тоже Лазарева? Нет, это была тоже Лазарева. Я включаю эту запись и включаю, вот в этом году мы записали. Небо и земля. Тут разные люди просто. Ну ничего. Но это история. Вот давайте работаем, и действительно, я не зря так говорю, что конкурсов в фестивале сейчас очень много, это великолепная победа, и это говорит о том, что надо идти дальше. Сцены разные бывают, которые к разным приводят результатам. Ну а в гостях у нас сегодня были ученик детской музыки, а пока что еще ученик, да, детской музыкальной школы, номер два на делении эстрадного вокала, Даниил Бундуки вместе со своим наставником, преподавателем Татьяной Матвеевой, которая по совместительству заслуженная артистка Московской области и директор детской музыкальной школы номер два. И если вы вдруг услышите, что ваш ребенок поет, кто знает, может, ему будет рукоплескать вся страна, а вы этого и не заметили. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!